На 202 воспитанника Кольчугинского дома-интерната для умственно отсталых детей приходится 296 воспитателей и врачей. Всех малышей и старших товарищей делят на две группы. Одним хватит помощи педагогов, другие нуждаются в постоянном медицинском сопровождении. С ними работает и тренер по адаптивной физкультуре, который проводит необходимый массаж для того, чтобы двигались ножки, ручки. С ними занимаются и психологи, и логопеды. Ребята получают образование в коррекционной школе, посещают детский садик. 9 апреля учреждение посетило уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Сопровождали ее врачи столичных реабилитационных центров. Масштабные проверки региональных детских домов проводят с конца прошлого года. Юристы занимаются отчетностью учреждений, а бодсмен и медики проверяют условия, в которых живут его воспитанники. Кольчугинский дом-интернат отличился хорошей материально-технической базой и образованием выпускников. Тем не менее, есть серьезные замечания. Доктора, которые приехали с нами, отметили безобразное оформление документов по диспансеризации. Все они под копирку и сделаны как один. Когда 200 человек учреждений, этого просто не может быть. Диспансеризация в детских домах проводится на федеральные средства. В ближайшее время учреждение повторит обследование. Еще одно замечание – общий стол. Часть продуктов вызывает у воспитанников аллергию. Индивидуальное меню должна составить медицинская сестра-диетолог, которой в учреждении нет. Не хватает и специалиста по лечебной физкультуре. Кто должен сигнализировать, если даже учреждение не подает и не обращается на биржу труда за поиском персонала? Подборка специалистов, забота региона о том, чтобы обеспечить такие учреждения специалистами. Директор Дома интерната Наталья Мельникова отмечает нехватка кадров – проблема всего района. В области действуют программы для привлечения молодых специалистов, но проблему это не решает. Но сегодня уже наметили развитие межведомственное соглашение, которое будет у нас подписано с Департаментом здравоохранения в плане именно медицинской реабилитации наших детей-сирот и детей без попечения родителей. Поэтому сейчас составляется дорожная карта, в которой четко определяют все структуры, которые будут ответственны за те допущенные недостатки. И приезжайте к нам через год. Все замечания исправят, финансирования учреждению хватает. Евгения Волкова, Петр Соколов, Губерния 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова